Новые школы в новом учебном году. Онлайн-чемпионат для школьников и созвездия интеллектуалов. Чем завершился предыдущий и с чего начнется новый учебный год, обсудили на ежегодной августовке. Эти проекты будут ориентированы и руководствованы к действиям на ближайшие шесть лет. И с чем вернулась сборная области с финала чемпионата WorldSkills из Южно-Сахалинска. Время 6-го национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Россия завершен. 1 сентября в регионе в школу пойдут 37 тысяч первоклассников. На полторы тысячи больше, чем в прошлом году. Всего в регионе в школу отправится 325 тысяч учеников. К новому учебному году в Самарской области готовы 688 школ. По состоянию на 24 августа акта приема не получила только одна школа в Сызранском районе. Но и там обещали устранить последние недочеты в ближайшее время. Также в этом году будут открыты две новые школы в Шигонском районе на 200 мест и в Смышляевке на 360 мест. Продолжение следует... Подготовка по этим темам пройдет на официальных страницах социальных сетей чемпионата в сентябре-октябре. Победители будут награждены ноутбуками, трансформерами, серебряные призеры, смартфонами, а обладатели бронзы – умными часами. Все призеры чемпионата получат рекомендательные письма в вузы, которые могут пригодиться при поступлении на профильные специальности. В Самарской области прошел форум одаренных школьников созвездия IQ «Самарский наноград». Профильная смена традиционно проводится в чемпионате «Звездный». В этом году в форуме приняли участие 180 талантливых старшеклассников из шести регионов Приволжского федерального округа. Ребята с помощью представителей предприятий подготовили решение 12 бизнес-кейсов. Приняли участие в 15 мастерских, 16 мастер-классах, видеоконференциях с представителями ведущих предприятий России. Посетили экскурсии на предприятия, встретились с представителями вузов в Самарской области. В Самаре-Итальяте прошли ежегодные августовские конференции работников образования с участием в Рио-губернатора области Дмитрия Азарова, в Рио-председателя правительства Самарской области Александра Нефедова и в Рио-министра образования и науки Самарской области Владимира Пылева. Образование – это одна из стратегических варных сфер функционирования государства. В современном мире значительно возросла роль человеческого капитала как основного фактора экономического развития. Потому что профессиональные, хорошо обученные кадры все в большей степени определяют уровень конкурентоспособности инновационной экономики. Именно образование влияет на динамику развития общества, на его прогресс, определяет кадровый научный потенциал, институционную привлекательность региона и всей страны в целом. И в конечном итоге – наше будущее. И снова подвели итоги прошедшего и обсудили стратегические планы на новый учебный год. В первую очередь – реализацию ключевого национального проекта образования, который включает в себя 9 федеральных проектов. Эти проекты будут ориентированы и руководством к действию на ближайшие 6 лет. Успешность реализации национальных и федеральных, а также региональных проектов во многом будет зависеть от инициативности и активности педагогического сообщества. В этой связи мы рассчитываем на предложения наших экспертов, руководителей образовательных организаций, педагогов, родительской общественности по механизмам и инструментам реализации, которые не только позволят нам достичь целей и показателей, установленных руководством страны, но и станут модельными для всей Российской Федерации. Основные вопросы – вновь возникшие трудности с местами в детских садах. Сады будут строиться еще и будут открываться новые места. На эти цели Самарская область получит из федерального бюджета более 1 миллиарда рублей. Также среди приоритетов – поддержка талантливых детей, развитие наставничества, внедрение новых методик профориентации школьников. Вопрос модернизации профобразования и развития цифрового образования как обязательное к решению подняло в Рио губернатора области. Минобру поручено привести в порядок здание материально-техническую базу техникумов и колледжей области, создать методический центр цифровых технологий и усилить работу по ранней профориентации детей. А вот переход на пятидневку решили оставить на обсуждение. Еще около миллиарда рублей регион получит в ближайшие два года на строительство школы на полторы тысячи мест в микрорайоне Южный город и образовательного центра на 600 мест в Самаре. Впереди задача максимум – обеспечить глобальную конкурентоспособность отечественного образования и войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. Также в ходе августовок лучшими учителям региона было присвоено звание «Заслуженный работник образования Самарской области», вручены почетные знаки «За труд во благо земли Самарской» и памятные знаки «За участие в проведении чемпионата мира-2018». Время шестого национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Россия завершен. Три дня молодые профессионалы со всех регионов России в честных соревнованиях боролись за звание лучшего, достигали совершенства в компетенциях, зажигали новые звезды рабочих профессий. В Южно-Сахалинске прошел финал и церемония награждения призеров и победителей шестого национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia. По сравнению с прошлым годом Самарская область улучшила медальный зачет чемпионатов. В общероссийском рейтинге поднялась с 14 на 12 место. По Приволжскому федеральному округу нашу область стабильно удерживает второе место. В течение трех дней участники в возрасте от 16 до 22 лет доказывали, что они лучшие в своем деле по 63 компетенции. В этом году впервые в финал попали молодые профессионалы из всех регионов страны. Самарская область была представлена в 13 компетенциях. Итог для сборной Самарской области – две золотые медали, три бронзовые и два медальона за профессионализм. Первое место в компетенции лабораторный и химический анализ занимает Терещенко Наталья Александровна Самарская область. Кроме этого Наталья получает сертификат на трудоустройство. Золото в компетенции лабораторный и химический анализ отвоевала дебютантка чемпионата студентка Новокобышевского нефтехимического техникума. В компетенции физическая культура и спорт третье место занимает Лагутин Дмитрий Антонович Оренбургская область. И сразу переходим к первому месту в данной компетенции. Первое место занимает Виньковский Глеб Валерьевич Самарская область. Вторую золотую медаль области принесла новая компетенция физическая культура и спорт и студент Тольяттинского социально-педагогического колледжа. Второй год подряд радуют станочники. В компетенции токарной работы на станках с ЧПУ медальон за профессионализм получил студент Поволжского государственного колледжа Владислав Волков. А бронзовую медалью пополнил результаты сборной в компетенции фрезерной работы на станках с ЧПУ студент Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Козлова Алексей Иларионов. Также медальонами за профессионализм награждены молодые профессионалы в компетенции ландшафтный дизайн Дмитрий Татаренко и Иван Кожеватов из Тольяттинского политехнического колледжа, которые набрали более 500 баллов. Одну из бронзовых медалей принесли дебютанты-юниоры. Компетенции – кузовной ремонт. Все победители призера шестого национального чемпионата войдут в расширенный состав сборной WorldSkills Russia и получат шанс представлять Россию на чемпионате мира в Казани в следующем году и на других международных соревнованиях. На сегодня в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia уже включены четыре представителя Самарской области в компетенциях – веб-дизайн и разработка, коварское дело, визуальный мерчендайзинг и фрезерная работа на станках с ЧПУ. И на этот раз Самарская область впервые получила шанс выйти на международные соревнования в компетенции фрезерной работы на станках с ЧПУ. Михаил Воронцов, выпускник Павловского государственного колледжа, отрабатывал навыки на лучших тренировочных площадках, чтобы подготовиться к участию в чемпионате Европы – Евроскиллз. У нас был отбор из двух участников именно в колледже. Мы тренировались и тот, кто больше заинтересован и показал лучшие результаты, он прошел именно на региональный этап и на Россию. Эту награду я заслужил с помощью многочисленных тренировок и своих наставников, которые готовили меня целыми днями. Сам Михаил своей силой верит и не собирается уступать соперникам ни в чем, даже на мировом уровне. Основной состав национальной сборной будет объявлен Союзом WorldSkills Russia в ближайшее время. Следующий рубеж в чемпионат Европы Евроскиллз пройдет уже с 25 по 29 сентября в Будапеште. Субтитры создавал DimaTorzok